Смоленская АЭС На Смоленской АЭС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 2030 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 5 июля находится в плановом среднем ремонте. За июль энергоблоки Смоленской АЭС выработали более 1,55 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 66 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 12 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 274 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 24 июля 2020 года в госкорпорации «Росатом» стартовал пятый отраслевой чемпионат «Атомскилз». Смоленскую АЭС в конкурсе профессионального мастерства представляет 8 сотрудников в трех компетенциях – эколог, лабораторный химический анализ и каракури, инженерное мышление. Впервые в истории чемпионата все мероприятия проходят в режиме онлайн. Конкурсанты соревнуются на площадках атомной станции и города. Я решила принять участие в чемпионате, чтобы попробовать свои силы, свои возможности и, конечно же, проявить себя. Опыт участия в таких чемпионатах, конечно, положительно сказывается на уровне знаний и умений участников. В будущем я планирую продолжать участие в чемпионатах по методике WorldSkills. Буду стремиться показывать высокие результаты. Ну и, конечно, со временем хочу стать экспертом в своей компетенции. Работа в команде мне дала новый опыт и новые эмоции. Я понял, что, делая в команде, мы сделаем больше. Единая команда на шаг впереди. Подведение итогов и церемония закрытия летнего онлайн-сезона «Атомскилз-2020» состоится 21 августа. По итогам чемпионата будет сформирована сборная «Росатома» для участия во всероссийских соревнованиях WorldSkills. 1 августа активисты общественной организации «Десногорская молодая гвардия» привели субботник на набережные города. Идею поддержала молодежь Смоленской АЭС, филиала акционерного общества «Атомэнергоремонт» и неравнодушные жители. Крупный мусор быстро исчез сообщественной территории благодаря дружной работе команды активистов. Собрали мы порядка 20 мешков мусора на протяженности, получается, километра два набережная у нас. И мы их сложили, и служба благоустройства в понедельник это все вывезет весь мусор. И на набережной будет чисто и аккуратненько. Я надеюсь, люди в нашем городе будут более чистоплотными и не будут мусорить, и сберегут наш труд, который мы сегодня проделали. По словам Сергея Завирухи, молодогвардейцы придут сюда через несколько месяцев еще большим составом, чтобы навести порядок накануне зимы и обязательно присоединяться к общегородскому субботнику. Музей поискового движения Десногорска – призер 4-го всероссийского конкурса музейной и выставочной деятельности поисковых отрядов. Конкурс проводился организацией поискового движения России в онлайн-формате. В нем приняли участие представители 29 регионов страны. Десногорский музей стал бронзовым призером. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok